Почему женщина всегда стремится идти впереди мужчин? Вы знаете, вот что лучше, ходовой мир или добрая война? Мужчины всегда выбирают добрую войну, и они пытаются птичку, которую они захватили, золотую клетку, заставить запеть. Пой, ты будешь петь. Пой, ты будешь меня радовать. Но силой и насилием никогда счастье не выбить ни из кого. Поймите одно, как только вы сделаете по-настоящему счастливую свою женщину, вы получите от нее в ответ это пение. Но проблема в том, что мужчина даже и двух шагов по этому пути никогда не делает силу своей слабости. И говорит, я пытался, я делал, и не получилось. Но на самом деле, то что я уже 30 лет смотрю на семейные отношения, я вижу, что мужчины слабы. Слабы катастрофично. У них просто нет никаких сил двигаться по этому пути. И то, что я говорю делать, это запредельно сложно. Понимаете? Это запредельно сложно, это высший пилотаж. Это так все просто хихи, я говорю, что это как бы легко. На самом деле это очень сложно. И если вы попробовали делать, как я говорю, что-то для своей любимой женщины бы, она бы растаяла бы в любом случае бы. Она в любом случае вас одарила бы любовью. Она в любом случае вас бы дарила бы тепло. Но проще вести себя вот так, как мой отец себя вел так же по отношению к моей матери. Понимаете? И это все кончилось тем, что были слезы, и не было счастливой семейной жизни. Не было. Потому что отец себя пытался продавить. Он себя пытался заставить эту птичку запеть. Она так и не пела, только плакала. А когда отец умер, мать сказала, ну наконец-то я хоть отдохну. Наконец-то я хоть отдохну, и хоть я поживу в свое удовольствие. Живет. Я у нее есть. Ну ясно. Теперь Христа в удовольствии. Я у нее есть. Смотрите, у меня есть очень много примеров в моей жизни. Я вижу, что из всех ровесников я остался последний, кто держит семью. Жена меня любит, уважает. Я ее люблю и уважаю. Дети. У меня семь детей. Меня любят и уважают. Если мой путь неправильный, пускай он будет неправильный. Если этот путь называется путь подкаблучника, если вам так удобно называть меня, называйте так меня. Но я вижу одно, я вижу сухой остаток. Жена меня любит и уважает. Я ее люблю и уважаю. У меня нет другой женщины, и она для меня единственная. Я называю это любовью. Я называю это бескорыстной, искренней любовью. Это мой путь. И то, что я делаю, я иду вопреки всей системе. Потому что вся система построена на атеизме. Эта система построена на эгоизме, на служении своим желаниям и своим хочучкам. То, что я предлагаю, предлагаю мужчинам засунуть свой эгоизм куда-нибудь подальше и попробовать хоть раз в жизни сделать иначе, чем предлагает система. Служить. Служить. Отдавать. Заботиться. Понимаете, что я предлагаю? А так, конечно, всегда можно легко говорить, что вот, ты не прав. Но я вижу, что жизнь показывает, что я прав. Я не говорю, что ты не прав. Я тебя просил объяснить свое отношение. Я объяснил свое отношение. Каждый прав по-своему, ты по-своему. Тебя слушают, это хорошо. Я думаю, что большинство мужчин будет следовать тебе. Хотя бы пробовать. Если есть мастер и он чего-то добился, понимаете, если есть за словами дела, если есть за словами прожитая жизнь, то слова имеют силу. Мои слова имеют силу. Я никогда языком не треплю. Понимаете, я здесь собрался не того, чтобы какую-то получить дешевую славу. Понимаете, у меня сострадание. Потому что у нас в России идет просто эпидемия разводов. Я просто знаю, что каждый год практически стопроцентное количество разводов происходит. В русской среде. Если брать Россию, то у нас получается на тысячу браков 821 развод. Это с Чечней, это с Дагестаном, это с Ингушетией. Если мы убираем Чечню, Дагестаном, Ингушетию и Татарию, то получаем на тысячу браков более чем тысячу разводов. Более чем 1021 во Владимирской области, в Смоленской области, в Тверской области. Больше чем тысячи. Практически каждый, кто находится сейчас в сильных отношениях, находится под ударом. Практически каждый обречен развестись. Я даю какие-то практические советы, которые позволят людям по этому пути, который им, как баранам нарисовали, не идти и не получить развод. Это конкретные действия, что нужно делать для того, чтобы сохранить хотя бы крупицу счастья. Это не так сложно, понимаете. Женщин требует не так многого. Они требуют просто внимания. Они требуют заботы. Они требуют ласки. Как цветы, которые засыхают. Они просто умирают и кричат, полейте нас. Мы не можем благоухать без воды. Мы бы рады, но полейте нас хоть немножко. Но хоть немножко своим вниманием нас уделите. Не нужны вот эти деньги женщинам. Это второстепенно всегда. Второстепенно. Поверьте мне, я отец семерых детей. Самое важное это внимание, забота и любовь для женщин. А деньги всегда будут на втором плане. Ты знаешь, это для каждого человека, что ты говоришь. Мужчине то же самое нужно. Забота, внимание, любовь. Будем друг с другом соревноваться, кто больше кому даст? Ну лучше бы сам соревноваться. Как устроены женщины? Если у женщин все хорошо, если их жизнь налажена, женщина автоматически будет вырабатывать служение. Автоматически. Она в любом случае будет вести себя так, что будет любить. Если у нее все в порядке внутри, только ее полеете, и цветок заблагоухает. Расшифруй, что такое порядок внутри женщины. Когда она в безопасности, раз. Когда с ее близкими и знакомыми, все хорошо, два. И когда она для мужа единственная и самая лучшая. Единственная. Когда он ее любит и носит на руках. А не так, что он с ней общается, как с животным. Как с домашним животным. На, козочка. Отвали от меня. Понимаете? Как можно вам любовь описать? Должна быть теплота душевная. Должна быть полная отдача. Вы должны брать ее за руку и через 30 лет смотреть в глаза и быть готовым на подвиг ради нее. А у нас это все теряется. У нас это все просто в бетон закатывается. Понимаете? В бетон. Это все сжигается лавой. Остается только один пепел. А потом после пепла появляется цинизм. И вот с этим цинизмом я постоянно сталкиваюсь в своей жизни. Я окружен этим цинизмом. Меня постоянно пытаются как-то вот уколоть. В интернете. И пишут. Ты летаешь в облаках. Я не летаю в облаках. Я живу в реальной жизни. Понимаете? Моему старшему сыну 25 лет. Это большой срок. Я уже много пожил. У меня много за плечами чего. Понимаете? Я офицер. У меня было много денег. Я пожил в разных странах. Руководил большим количеством людей. Я могу жизнь эту оценивать. Я вижу одно. Что в принципе самое главное, что у людей есть. Они всегда выплескивают очень быстро. И очень беспощадно. Это близкие отношения с людьми. А на самом деле в жизни есть всего только две вещи. Это здоровье и отношения. Если у вас есть хотя бы с кем-то выстроенные отношения. Настоящие отношения. Доверительные. Вот такие. Чтобы открывать свою душу и не боитесь. Если хотя бы такой один есть человек, то вы будете жить счастливо. Если у вас есть здоровье. Все. Вам больше ничего не надо. Отношения и здоровье. Не нужно здесь городить каких-то очень сложных конструкций. Не надо. Все просто. Если мы за эту жизнь хотя бы смогли кого-то полюбить. Хотя бы одну душу. Уже есть зачет. Понимаете, вы уже недаром воплотились в это тело. Уже хорошо. Уже здорово. Хотя бы одного полюбить. Так можно я полюблю того, кто находится ближе всего ко мне. Моя жена. Я с ней знаком уже 30 лет. Дети выросли и ушли. Второй вырос и ушел. А жена все время рядом. Так можно я хотя бы на этом человеке буду тренировать свой орган любви? Так если я даже и могу этого близкого человека любить, тогда кого я могу вообще любить? Какого я могу Богу любить абстрактного? Как я могу молиться кому-то? Если я не могу даже одному человеку высказать свое сердце. Понимаете? А если сердце черствово? Если сердце закрыто? Если там броня, если там бетон? Если там все выжжено кислотой, тогда получается и что? Зачем прожитая жизнь? Зачем? Что я получил? Жизнь – это любовь. Элементарные вещи. Об этом говорил Христос. Во всех религиях написано это, что жизнь – это любовь. Что все ради любви. А у нас это затаптывают, затаптывают, затаптывают. Подняли эти деньги и все ради денег. Деньги, 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 деньги. С милым и рай в шалаше. Не деньги все определяет. Но сейчас, к сожалению, нам навязывают эту идею, что деньги определяют все. Я тебе дал деньги, будь счастлива. Я зарабатываю, я герой. Мой отец за сутки до смерти сказал мне, ты был прав. Бог есть. Но слишком поздно. Через три дня после смерти пришел ко мне и сказал, Бог есть. Не сделай мои ошибки. И на девятый день пришел и сказал, то же самое, Бог есть. Мы с ним спорили 25 лет. Он у меня был большим начальником горкоми КПСС. И постоянно мы с ним терлись. Бога нет, Бога нет, Бог есть, Бога нет. Я это видел. И видел, как растаяло его сердце за день до смерти. У меня полгода лежал раковым больным. Полгода за ним ухаживала мать. Полгода он ходил под себя. Но до этого он 7 лет делил любовь с другой женщиной, которая его как бы любила. Он в 60 ушел к другой женщине. В 60. И они 5 лет с этой женщиной там крутили шашню. И он рассказывал матери, как ему хорошо, как она верится с ним любовью, как она его любит, как все здорово. Но как только мой отец заболел, она тут же его бросила и сказала, все. И моя мать, о которой он вытирал ноги, последние полтора года с ним мучилась, а последние полгода она просто с поднялась и убирала. Да, она устала после его смерти, но она честно выполняла свои обязанности, до конца не сласывая долг. Она ни одного плохого слова ему не сказала. Она уволилась с работы. У нее была хорошая работа. Она потеряла в деньгах, она потеряла в свободное время, и она не спала. И он умирал у нее на руках. Поймите, что любовь – это самое главное, что есть в жизни. Чему я могу вас научить? Что я могу посоветовать? Я могу посоветовать только одно. Любите, понимаете, откройте свое сердце, перестаньте быть черствыми. Зачем эти штампы? Вот каблучник, у вас такая правда, не такая правда. Зачем эти все мудрства, но хоть одного человека полюбите. Ребенка, жену, отца, мать, кого угодно. Хоть к одному будьте искренними, хоть к одному будьте открытыми. Сколько можно этого кусания? Кусаем жену, кусаем соседей, кусаем сослуживцев, кусаем всех. В этой борьбе мы ничего не сможем добиться. Любовь, понимаете? Нужно относиться к жене с любовью, с состраданием. Нужно относиться к ней как к живому существу, которое попало в это материальное тело, в это женское материальное тело, которое обусловилось этим материальным телом и ведется таким образом. Не потому что так она хочет, а потому что так ее природа женского тела обуславливает. Надо иметь к ней просто сострадание, просто иметь мужество помогать ей. Если хотя бы каждый мужчина, каждый сотый мужчина, каждый тысячный мужчина в стране Хотя бы одну женщину сделала бы счастливой И она по-другому жила бы Но счастливой любовью, а не деньгами На тебе дом, как отмазку На тебе машину, как отмазку От женщин нельзя откупаться Невозможно откупиться, они не этого ждут Они остаются маленькими девочками, поймите Мне часто пишут, куда делись мужчины А вот туда и делись, что получается, как были мальчиками, так и остаются Так и остаются мальчиками, хотя им уже 60 лет Они требуют, чтобы им подтирали задницу их жены А мужчина тогда, когда он берет на себя ответственность за свою жену И видит в ней маленькую девочку Он тогда имеет право выходить, жениться Когда он имеет в себе силы Брать на себя на плечи этот воз и тянуть эту женщину Видя в ней маленького ребенка Вот тогда это мужчина Вот тогда это боец Вот тогда это мачо Все остальное это получается маленький мальчик, который еще не вырос И ждет вторую мамку Я говорю вам советы Смешно Но я говорю очень серьезные вещи Я говорю серьезнейшие вещи О которых, как я вижу, в стране практически вообще никто не говорит Потому что это взламывает всю систему Потому что это правда Потому что это на самом деле смысл жизни Это истина Вопрос Какие есть обязанности у женщин? У мужчин, мы поговорили Что женщина должна и наоборот не должна делать Чтобы было... У женщины все просто Женщина не понимают того, что они в своих обязанностях Они урабатываются Урабатываются напрочь И полностью забывают о себе Они себя ставят на последнее место После детей После мужа А я потом А я как-нибудь А я где-нибудь И получается она начинает вырабатываться И гаснуть А когда она гаснет Получается она свою обязанность уже не может выполнить То есть ее обязанность в том, чтобы она была Ну хоть немножко Хоть немножко через не хочу подумала о себе Что я хоть чуть-чуть сделала что-нибудь для себя Еще раз говорю о женщинах, у которых есть дети У которых есть двое детей Трое детей, у которых есть Тем более пятеро детей Потому что когда детей трое или пятеро Получается женщина делает все только для них И для себя всегда на последнем месте Всегда на это не хватает ни времени, ни сил, ни денег То есть По большому счету Мужчина даже это должен Женщину останавливать И заставлять ее заниматься собой То есть здесь надо просто женщину Как бы через силу Даже она сама не сможет собой заняться Надо, получается, как бы брать за руку и говорить На тебе деньги на маникюр На тебе остеопата На тебе массаж На тебе новое платье То есть нужно постоянно ее восстанавливать Иначе она в семье, когда есть дети, урабатывается То, о чем мы говорили в самом начале Женщина, получается, просаживает свои батарейки Становится неконтролируемой Сама для себя И начинает просто всех кусать Кусать, кусать, кусать Не потому что хочет кусать Потому что уже нету сил контролировать Это происходит Такой неконтролируемый выброс энергии То есть женщина уработана в ноль Ее батарейки обнулены Если женщина хочет восстанавливать в батарейки Но ее вот такими конструктивными способами Как ты сказал А выпить, тусануться с подружками Таким не самым правильным способом Муж это должен запрещать, поощрять Какого правильно Алкогольникам еще и добра не принес Ну вот если муж это понимает Жена не понимает А мне это самое хочется Мне вот эта благость вся не по душе Мне нравится светское удовольствие Ну а вам нравится алкоголь? Нет Я очень категоричный Кто дома хозяин? Вы или или Вот здесь, что касается духовного развития Мы очень можем жестко ставить Что нет, пить не будешь Потому что алкоголь это в любом случае буду невежеству Какой это в любом случае деградация Алкоголь это в любом случае разрушение организма Это такое самоубийство То есть есть вопросы, в которых муж может настоять В духовных вопросах, да В духовных Если женщина ведет себя Разлагающе Она разлагает не только себя Разлагающие детей И вы как защитник своих детей Как отец Как глава рода Должны встать на защиту своих детей Вы должны жестко проводить ленив Что алкоголь это плохо Мужа вопрос А есть разница в духовном развитии мужчины В духовном развитии женщины Если мужчина идет к Богу Искренне Если на самом деле он двигается На самом деле совершает аскезы То так устроено женское тело Что оно идет за ним автоматом Поэтому если вы на самом деле будете усилия прикладывать к этому То ваша женщина будет вытаскиваться Вашим поведением А если не вытаскивается Значит вы себя обманываете Значит получается вы не занимаетесь духовным Потому что духовно это любовь Женщина это лучший индикатор Это лучший индикатор Который показывает всегда очень четко Ее невозможно обмануть Духовный путь развития женщины Так я же вам сказал только что Если вы будете духовно двигаться Она получается как на буксире Как на веревочке За вами вытягивается вверх У женщины всегда есть стремление идти впереди мужчины В духовном? В любом И в духовном тоже Женщина считает что она поводырь Она тащит семью Она тащит мужа Всегда на какой-то горке такой Не хочет Без каждого хочется В первых Женщина Про баллы это вам сразу и сказали Что если вы их не зарабатываете Она считает себя поводырем А если вы их зарабатываете То наверное не У меня есть одна из последних статей Она так начинается Что это Самый большой подвиг Заходить в клетку тигра И видеть в доброе сердце Кто читал Ну вот я вот в этой статье Вот эту тему Очень четко Расписал по пункту Вот почитайте пожалуйста Она очень большая статья Она очень четко Я сидел где-то И неделю Эту статью рожал Вот именно об этом О вашем вопросе Она где-то была издана в ноябре Хорошо Для того чтобы стать Настоящим мужчиной И взять на себя ответственность За женщину Сердце которое вы ей предложили Нужно понимать Что работа будет В два раза больше Чем вы ожидаете Всегда В два раза больше Минимум Чем больше детей Тем больше будет работы То есть никогда Мужчина Вступая В брак Не отдает себе отчета Насколько Много Он должен трудиться В семье Никогда Он всегда Он всегда эти усилия Занижает Всегда Поверьте мне Если вы работаете Как вы считаете На 100% Тогда работайте на 200% То есть вы всегда Не дорабатываете Вы всегда Не видите того Что нужно сделать Семье Тогда вы можете Хоть немножко Приблизиться К состоянию Того что вы В семье Как бы опекун Женщины Поймите Опекун Если вы хотите Стать мужиком Если вы хотите Стать настоящим Мачем Но большинство Мужчин К сожалению Живут в жизни Альфонса Большинство Женщин Меняет Мамку Которая В жизни Растила На вторую Мамку Которая жена Только теперь Жена у нас Получается С функциями секса Такая же мамка Если вы представите Если вы увидите В любой Женщине Девочку То вам полегчает Мне допустим Легко У меня три Девочки Старше 18 16 И 14 И Когда просто Я в этот ряд Девочек Ставлю свою жену Мне становится Очень легко Потому что Есть у меня три девочки Есть еще одна девочка Сверху Она просто Немножко Постарше Чуть-чуть Все И сразу Все замыкается Как я себя веду По отношению К своей старшей дочке Которой 18 Так же Я веду себя По отношению К своей жене Которой Чуть побольше Но она такая же Абсолютно И от того Что там у нее Мозг работает Более весело Она ничуть Не поменялась Ничуть Ей так же Все нужно Что и моей девочке Когда ей будет 50 лет Она будет Такая же Девочка Когда ей будет 70 лет Она будет Такая же Девочка Она будет Так же Требовать Этих же Чувств И этих же Отношений Вот это нужно понять мужчинам Понять и, наконец-то, родиться Родиться мужчинами и умереть, как мальчикам И тогда все вопросы отнимутся, потому что А что требуется ребенка? Уже спасибо ребенку, что он мусор вынес Уже спасибо ребенку, что он, не знаю, белье постирал с собой Уже спасибо за то, что он сделал столько многого Я не ожидал от ребенка этого всего А он помог папе сделать столько всего И как глупо требовать от этих слабых детей чего-то еще большего Я глава семьи, я отвечаю за все Все висит на мне И если вдруг мне жена какие-то обязанности меня снимает и помогает Ну это классно, это здорово Это незапланированный бонус Это здорово Если с таким подходом относиться к семье Все сразу в семье меняется, радикально Тогда вы становитесь мачо А у нас все мерится, сколько у меня вот женщин в жизни Как мне говорят, знаешь, сколько у меня бегает? О, с десяток у меня бегает Я такой мачо А потом у вас придут плоды Вот ко мне плоды уже пришли Детям получается у меня уже 25 23, 21, 18 Я уже получил от детей, от старших Я получил глубочайшее уважение Я уже получаю глубочайшую любовь Поверьте мне Никакие деньги, никакие достижения Не смогут заменить вот этой любви, вот этого уважения детей Вы можете разориться Вы можете потерять все деньги Вы можете потерять работу Но вы будете всегда окружены теми людьми Кто вас искренне любит И кому от вас, в принципе, ничего не надо Кроме вот того, что вы просто жили И что просто вы были рядом с ними Я это уже получил Ко мне уже отдача пришла Я просто говорю вам, кто еще до этого возраста не дожил Попробуйте восстановить свою жену Пока у нее не началась сульфатация батарейки Когда батарейка садится в ноль Восстановить женщину очень тяжело Ну, возможно Просто действие равно противодействию Если вы 20 лет на ней ездили То будьте готовы к тому, что 20 лет вы будете ей отдавать Если вы прожили с женой уже 35 лет В таком режиме То, конечно, просто может быть жизни Вам уже не хватит, чтобы ей отдать Хотя можно все изменить Можно купить букет цветов Можно встать на колени Можно открыть свое сердце И искренне, со всей силы И сказать, что Дорогая, ты у меня единственная И самое лучшее, что было в моей жизни Откройте ей сердце Нет другого человека рядом, понимаете? Поймите еще одну вещь Поймите очень важную вещь Что муж и жена не встречаются просто так Муж и жена никогда не встречаются случайно Никогда Нет таких встреч Что случайно постречались два человека И стали вот такими потом врагами Это в любом случае Это всегда очень большие кармические долги Это всегда очень большая история отношений в прошлом Громадные отношения в прошлом И громадные накопленные долги И если вы сейчас это не разрулили Вам в любом случае придется разрулить Только он уже родится Например, у вас больным ребенком А вы будете мамой И вы уже не сможете это сбросить И уволиться И пинать его Говорить, пошел вон Вы будете уже мамой в женском теле И вы будете заботиться об этом больном ребенке Долго Как заботилась моя тетя У которой был ребенок даун И которая провела свои 30 лет жизни Будучи медицинским работником В бесплодных попытках Вылечить его ребенка Так она и умерла от рака Я все это видел Все это было на мои глаза Как она мучилась Как она облечивала Как она впадала в кому Падала в кому Снова выходила из комы И не умирала И не выздоравливала Это длилось 30 лет Так у меня и умерла тетя в 54 года Короче Все на самом деле просто Надо просто зарабатывать баллы Опережая жену Утром проснулся И покрывала Быстрее ее Застелил Проходя в мастеральной машинке Вынул белье И развесил его Пришел в магазин И вдруг купил еды Она приходит домой По той же сумке с едой Это кто купил? Я купил Никто купил Следующий человек Я тебя в базу И на самом деле Такая мысль Не буду говорить Что она моя Очень понравилось Слышал Что нам много чего рассказывают в школе Очень таких умных Высоких материй Но самое главное Не говорят о том Как построить семью Как воспитать детей Это принимается Собственными шишками Собственными ошибками И цена Да Этому очень дорогая И вот Эту практику Вообще Надо вводить И надо вводить Как можно раньше Вот такая мысль Очень наверно в тело Смотрите Еще одна картинка Сейчас пришла То есть мы же знаем Всегда Церковь Сейчас тут у нас было крещение Сейчас у нас будет Рождество Рождество Сейчас будет крещение Вот И все же знают Там есть у нас покаяние Это очень важный момент Такой Есть кисто Есть покаяние По большому счету Зачем Вот этот ритуализм И зачем идти куда-то Вот у вас Дома церковь Вот у вас Священник И церковь в одном лице Жена Ну сделайте Истоведь своей жене Покайтесь ей Ну упадите на колени И скажите Я был неправ Я на тебе ездил Ты столько для меня Сделал за эту жизнь А я Все это воспринимал Как само собой разумеющееся Я эгоист Вот это мужчину Нужно понять Мужчины Все патологические эгоисты Это просто в крови Это их стержень Это их делает живыми И делает мужчинами Но это не означает Что нужно этот эгоизм Выпячивать Как знамя И гордиться им Попробуйте открыться Попробуйте открыться И Помните ли Вот мультик Крошка-венот Помните Как он рожи корчил злые Вот пруд И оттуда были злые рожи Так же и с женой Если вы будете корчить Злые рожи жене И оттуда будут тоже Злые рожи Но если вы Лубнетесь В этот пруд Если вы подарите цветы Этому еноту В пруде И понимаете И он вас обнимет И полюбит Но поверьте мне А вы получаете Бьете его Кулаками И потом рассказываете Какой там живет демон В этом вообще пруду Какой там просто Какой-то ад Ад находится Просто ад Зовите друзей Плюнь в него Ты тоже И ты тоже плюнь в него Вот видишь Я у тебя тоже В ответ вам Попробуйте хоть немножко Проявить вот этого Христианского Сострадания Попробуйте Исповедоваться Попробуйте Исповедоваться Ну просто Потому что Когда я Перекопал в церковь К своему батюшке Это был 90 год Я офицер уголовного розыска Церкви были пустые Моя церковь была В Печорах На берегу Ческового озера Нас было может быть Человек 6 5 бабушек 1 я Церкви были пустые Полностью Абсолютно И был батюшка Скорец Василий Швец Очень известная личность В православном мире Человек-академика Павлова Ему было уже 92 года У него иконы мироточили Вот И вот я попал Так случайно На то, что там Исповедь И вот я стою Офицер У меня постоянно здесь Пистолет На постоянном ношении Трупы Каждый день на работе Это норма Абсолютно Каждый день Как где-то там Логовые проникающие Изнасилования И вот Все исповедуются А там такая еще Интересная процедура Тут Тихожане Пять человек Бабушек Вот Тут батюшка стоит И вот Они такие Подходят и говорят Простите меня люди Грешного И они отвечают Бог прости И мы прощаем Ну я так иду Иду Думаю Какая ерунда Чем ближе идут Чем что-то у меня колени Подгибаются А потом раз Моя очередь И он говорит Ну Давай И я раз У меня прямо так И горло так А там не просто было А нужно было встать на колени Думал встать на колени И сказать Простите меня люди Грешного И я говорил У меня голос такой И у меня пять бабушек А у меня мороз по коже У меня такой был шок У меня было такое переживание У меня было настолько это Тяжело Я запомнил это на всю жизнь А потом слезы у меня пошли Потому что это было просто Какая-то дикая была для меня Переломный момент в моей жизни Так поймите что Церковь Бог Он находится внутри каждого Царствие Божие внутри нас Атма и параматма Находятся внутри Две птицы сидят на одном дереве Все внутри Вы поймите что Бог не где-то там Он не вытянет там Каких-то там Шушаров Где растут кривые березы Вот Он находится В сердце Каждого живого существа И если есть Близкий человек Который находится Рядом с вами Ваша жена Вот он и есть По большому счету О рецептворении этого Бога Но встаньте перед Богом На колени Попросите у него прощения Но откройте вы свое сердце Но перестаньте быть циниками Потому что мы все Умрем Так или иначе Поймите Лучше это сделать сейчас Пока мы еще живы Лучше сейчас Пока еще есть силы Пока еще есть Вот какой-то порыв Что-то улучшит Это сделать Любое доброе усилие Это будет лучше Лучше чем вот это вот Вышибание С этой птички Ну пой Пой мне Давай Пой Хлыстом ее Да не будет напить Она просто умрет Она будет плакать И будет умирать В бессиле Потому что она маленькая девочка Поймите Есть две разных формы жизни Есть Мужская форма жизни Есть Женская форма жизни Девочки так остаются девочками А мальчики могут переводиться Апгрейдиться в мужчин И стать настоящими уже личностями Так Классно Классно, да К сожалению То, что мы сейчас наблюдаем Это и происходит Понимаете Почему женщины плачут Почему они кричат Спаси меня, любимый Потому что они видят Как они Позволив на себя Мужские обязанности Превращаются в мужчин Как их эти перемены Перемалывают Как они их претворяют Превращают В эти вот Мужеподобные существа И они не хотят В это превращаться И кричат Зовут Умоляют О помощи Любимый Спаси меня Я не хочу превращаться В это безобразие Спаси меня Я сказал Что когда мужчина Ступает брак Он работает на 100% Как он считает Я сказал Что этого всегда мало Надо всегда увеличивать усилия Надо работать на 200% Чтобы женщина Находящаяся рядом с вами Не превратилась в мужика Не превратилась в цербера Но когда женщина Видит рядом с собой Хлюпика Когда она видит рядом с собой Квашню Когда она видит рядом с собой Вот этого На кого невозможно Положиться Она начинает Превращаться в этого мужика Она начинает Брать на себя Его ответ Все его поступки Начинает зарабатывать И потихонечку она превращается в это безобразие Но всегда процесс можно остановить Всегда эти баллы можно выровнять Процесс истобедей, покаяния, он залечивает все Как Христос говорил Встань, возьми костыли свои, не греши больше То есть ключевое это, что не греши больше То есть перестань себя вести, как черт знает кто Перестань так себя вести Изменить, ну хотя бы попытку сделать по-другому что-нибудь Вы поймите, что никто не виноват Так жили наши родители, так жили наши бабушки Так воспитывают телевидение Так из каждого ящика кричат, в каждом метро Сколько раз шнур развелся Нам везде рассказывают, как надо жить неправильно У нас нет правильного эталона Никто об этом не говорит, нигде об этом и не учат Везде только одни ложные пути Даже билетов нет у нас в Нижнем Новгороде Мальчик превращается в мужчину, девочка превращается во что? Девочка остается девочкой, я сказал То есть совсем не растет великолепно Девочка великолепна, чем девочка остается больше девочкой Тем она великолепна, тем она имеет больше ценности Нет, ну раньше у ведрусов была девочка Потом девушка, невеста, жена Зачем вы усложняете? Вы просто поймите, что это усложнение Это начинается мудрствование Вы поймите для себя, как мужчина Девочка остается для меня девочкой Я же говорил, есть у меня три дочери И есть четвертая дочь, которая чуть постарше Если вы так начните смотреть с этого ракурса на свою жену Очень многое поменяется У нас сейчас получается другое Значит, мама, а у нее сыновья И она постоянно за этих сыновей как бы несет ответственность У тебя получается папа и четыре дочки Чем лучше одно другого? Потому что вы мужчина Потому что вы по-другому сделаны Потому что мужчина, она другая сила Потому что мужчина, она прямая связь с Богом И мужчина может опереться на связь с Богом И может вынести все Мужчина может опереться только на женщину Мужчина может опереться только на Бога У мужчины есть только одна сила, которая ему дана Это связь с Богом Если у него есть связь с Богом Он непотопляем Если он атеист Если он верит в золотого телеца Если он верит в деньги Если он верит в удовольствие То, конечно, он никогда не будет мужчиной Он все время будет мальчиком, который играет в игрушки Все просто Никогда не будет семейной жизни там, где мужчина не верит в Бога Никогда Поэтому сейчас такое количество разводов Потому что истинно верующих людей практически не существует Поэтому настолько меньшее количество разводов у мусульман Потому что там встречаются искренне верующие люди в Аллаха А у нас получается бутафория Еще раз, если мужчина не установил свою связь с Богом Его сломает любая женщина Более того, любая женщина не будет уважать мужчину Если у этого мужчины нет связи с Богом Она будет чувствовать, что она во всем ему лучше Во всем, кроме одного В том, что мужчина Бог и Царь Это в отношениях с Богом Как это называется уже? Православие, это Кришна, либо это Аллах, либо это Зарастризм Это уже десятый опрос Либо это вселенский разум Неважно как Это тот закон, который создал эту землю И по чьим законам мы сейчас живем Почему Солнце всходит? Почему оно заходит? Почему времена годы меняются? Есть Творец, есть Создатель Есть Его законы И они, получается, первичные И надо просто признать Его авторитет Мы бунтари Мы сбунтовались против Бога И живем по своим правилам А теперь пожинаем эти плоды Все просто А почему у женщин нет прямой связи? Потому что есть мать и с материей Нет, потому что мать – это материя Да, я тоже как-то знаю Почему у женщин нет? Женщины все знают, мы полили его за 8 лет По-вашему Бешута Если без шуток, то просто она закапывается в этом материальном Вы когда приходите на кухню И ищете, допустим, соль Вы соль ищите долго Если не знаете, где она лежит Будете открывать все ящики Все, абсолютно И даже мимо нее пройдете два раза А потом уже она скажет вам Да вот же, на полочке Когда женщина ходит на кухню Она видит сразу все Всю материю Полностью Все, сразу Чик Видит все А мужчина видит в том туннельном мышлении Соль 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 Невозможно найти вода Я вслышу на сахар Соли нет там Поэтому, когда мужчина начинает смотреть на Бога Вот так, с туннельным мышлением Он видит только Бога, понимаете? Его больше ничего не отвлекает Он сконцентрирован на одной задаче Он четко смотрит в одну точку Бог, я иду к тебе Все, его ничего больше не отвлекает Женщина идет к Богу И видит все Ребенок у нее здесь вот сейчас играет Так, тут у меня хипи суп Там у нее институтное белье Бог, я иду к тебе Так, сейчас я делаю Валдар, у нас есть обе женщины Я знаю, что несмотря на то, что ты к мужчинам обращаешься Но ты и женщину можешь дать несколько подсказок А что ее, так сказать? Дело доброе За осушение здесь Хорошо, как женщине помочь мужчинам? Смотрите, первое, что может сделать Самое плохое, что может сделать женщина для мужчины Это перестать уважать мужчину Это первое и самое плохое Если женщина перестала уважать мужчину Начала о нем говорить на стороне пренебрежительно Начала думать о нем пренебрежительно Все, это начало конца То есть ни в коем случае Никогда нельзя не уважать своего мужчину Тем более критиковать Тем более на него кричать Понимаете, никогда Никогда из него силы вы ничего не выдавите Это запрещено вообще Это прямая дорога в ад Поймите, когда вот вы от безысходности Чтобы он вам сказал ласковое слово Начинаете его там пилить Вот у нас был случай Ну хорошо, не у нас Я знаю, был случай Жена приходила к соседу А у него все было классно У него был классный колодец У него был классный дом У него был классный огород У него было все с дозыском Трава постриженная Дети все были какие-то правильные Она приходила и говорила А вот у Сергея это все Зашибись Прям в точку Вот у него вот без гляния А ты без руки А ты без руки Просто вот Хоть бы, вот посмотри, как он делает Вот как люди живут Кончилось все тем, что практически он ее чуть не задушил Чуть ее не убил, понимаете? Потому что это самое страшное, что можно сделать Постоянно тыкать пальцем мужчине Какие мужчины лучше его Это делать нельзя категорически никогда Ни в коем случае Надо приходить от Сережи плакать Видя какой классный погреб у него Плакать и говорить Какой ты у меня хороший Какой же ты замечательный И как я тебя люблю И снова уходить плакать Слово Сережи вообще говорить нельзя Его не существует Потому что нету мужчин Только он один, любимый Но поймите, что одна женщина Она не сделает всю семью никогда Тут получается, я же писал, кстати Семья это птица с двумя крыльями Никогда невозможно на одном крыле вытащить семью Только двумя Только двумя крыльями можно сделать ровный полет семьи Только усилие женщины И только усилие мужчины Одновременно, навстречу друг другу Могут что-то дать Если одна женщина будет упахиваться Послушав семинары Их будет говорить Вот, я все сделал И такая уже кроткая Такая уже чуткая Такая уже правильно Такая вся целомудренная А он такой классно Смотри, ничего не делаю Сижу А она все лучше и лучше становится Давай Бухти Как там корабли Браздят просторы неба И она все ждет А баллы накапливаются Внутри это все растет Потом у нее Пум Сковородка берет Ему бам По голове Поймите, что если один мужчина будет делать Что-то Вы будете делать А ваша жена будет игнорировать И говорить А я вот пила И буду пить А я не буду А я имею право Пью на свои Бесполезно Вы поймите Никто не вытащит Ни один мужчина не вытащит Ни одна женщина не вытащит Поэтому я говорю всем Когда ко мне приходите на консультации Двоем приходите Потому что если вы вдвоем сидите Тогда есть шанс Что я достучусь до одного Достучусь до другого И вы вместе Хотя бы пол шага Друг другу сделаете навстречу Ну хотя бы пол шага А если один будет стоять в позе Как под король Как хан Будет сидеть на троне И говорить Пляши около меня Или наоборот Ты мне столько должен Давай Вот сказал Владар Теперь давай Давай все мне Я буду сидеть такая На троне царица Не получится ничего Нужно делать двоим Понимаете У обоих Рыться в ушку У обоих Поймите женщины Что мужчины Психологически Они остаются детьми Психологически А что ребенок у нас требует У кого есть дети Надеюсь меня понимает Первое Нужно всегда Говорить много раз Вымы руки Вымы руки Ты вымыл руки Ты уже вымыл руки Сережа Ты вымыл руки Вы же не удивляетесь Когда вы повторили два раза А он и вымыл руки Это же нормально Сережа Не можешь вымыть руки С первого раза Правильно? Не может Поэтому Если жена сказала Там Прибей Вот этот вот Прибей Прибей Не нужно обижаться Я тебе уже Три раза сказала Представляете У вас Сережа идет Такой там У меня семь лет Вы говорите ему Я тебе уже Три раза сказала Вымыл руки Нет Вы же повторяете Вымыл руки Вымыл руки Все Вымыл руки Все спокойно Аааа Ладно руки вымыть На седьмой раз До него дошло Нужно вымыть руки То есть на седьмой раз Он услышит Что Ааа Нужно прибить Точно Дверь не закрывается То есть Не нужно это воспринимать Как личный вызов Он слышит меня И не делает А почему не делает Наверное Вот поэтому Он меня разлюбил И вообще все плохо Нет Он просто не слышит Поймите Не слышит Надо просто говорить Да Давай Прибери Так Вот видите Прибей планку Прибери планку Да Прибери планку Прибери И потом просто Количество Кажется Перейдет Понимаете Он услышит Ааа А планки говорят А может В зону его Хелископа Надо пропасть Правильно То есть Вы говорили А в это время Он смотрел в другую сторону Понимаете Он шел к Богу Когда он ушел к Богу А вы мафланки Знаете Второй момент Который очень важен Это получается Мужчин Надо постоянно Хвалить Хвалить Потому что Маленьких детей Ой какой ты молодец У меня Господи Ты руки сам вымыл Ой какой же ты Какой ты большой уже стал Ой Я так рада за тебя Слушай Так здоровья получается Такие чистые руки Только полотенцем Да с мылом А потом еще полотенцем вытереть И снова похвалить И снова похвалить Ты вытер руки полотенцем Какой ты у меня умница Понимаете Вроде как здоровый мужик Вроде как Такой Кремень Только что Не знаю Завалил пять берез Убил пять кабанов Отогнал пять преступников Приходит А ему нужно хвалить Как маленького ребенка Ой какой же ты у меня умненький Какой же ты хорошенький И вот такой театр Наиграть постоянно Я не знаю почему Искренне Искренне Находить Находить там Где на самом деле молодец Какая у тебя осанка классная Как же ты прямо сидишь Какой у тебя огромный позвоночник Ну просто замечательный А ты когда идешь Прям видишь Выправка офицера Прям идешь Я сразу вижу Мой муж идет Выправка офицера Какой же ты у меня хороший Как же ты ботинки Аккуратно носишь Вот понимаешь Вот все снашивают ботинки А ты вот их носишь Пятый год Молодец Какой же ты аккуратный Все все мил Сними хоть Смотрите Как там говорится Многое А каша масло не испортишь Да Вот так же Не испортите вы мужчин Если будете их хвалить Не испортите Только нужно за дело хвалить Значит что мы должны делать Мы должны их не критиковать Мы должны их не сравнивать С другими мужчинами Мы должны Их постоянно Хвалить И повторять То что нужно сделать Много раз Много Много Понимаете И не обижаться Просто так вот говорить И не обижаться Когда он поехал в магазин Понимаете Он поехал в магазин А вы ему дали список Вот такой длинный И еще вот это А еще самое страшное Когда они еще это говорят По телефону То есть это Не письменно Там Дайте Вот 19 позиций А по телефону Купи еще вот это Вот это Вот это Вот это Вот это И ты понимаешь Что ты же поплыл Ты уже Вторую строчку не помнишь И она сейчас приспрашивает Суф Ты все запомнил Ты же мужчина Ты же он скажет Что я забыл Извини Конечно Всего 5 пунктов Конечно Я все помню Потом приходишь в магазин Второй пункт Третий Уже сердце бьется Ряды не качаются Четвертый пункт И ты понимаешь Что это миссия неуполним Приходишь Ты же пришел с магазина Лорофе говорят Не купил Гад И снова какой-то Злой умысел ищется Да нет злого умысла Он реально забыл Понимаете Он реально не помнит Вот он услышал Он пытался удержать в голове Но это вылетело из головы Понимаете Он не смог его схватить Улетело А вы ругаете его Ты не думала обо мне Ну ладно То есть не нужно обижаться Ему проще еще раз В магазин Чему выслушивают Вашу рубль Говорить Ну вот как всегда Я так и знал Тебе ничего нельзя поручить А это снова получается критика Понимаете Снова критика получается Тебе ничего нельзя поручить Я так на тебя надеялась Ну ладно Видимо сама все сделала Как всегда Вечно ты Никогда Хоть бы раз И все И мужика уже загрузили Вечно он Никогда Хоть бы раз Ты у меня такой один У всех мужики Как мужики А у меня Вот это вот Недоразумение сидит Понятно Что нужно делать девушкам И плюс И плюс Заботиться о себе Заботиться о себе Сделать себе прическу Сделать себе скраб Заставить себя пинками Пойти куда-нибудь На пляж Плюнуть на свои обязанности Купить не учебники детям А себе сережки Плакать Плакать Доставать деньги Не верить себе что я делаю Покупать себе сережки Говорить Нет Ты не сможешь этого сделать У меня вот эти сережки И посмотрите Так вот А потом брать их одевать И говорить У меня новые сережки Это ужасно Это ужасно Смотрите Мужчины Многие мужчины этого не знают Вот для мужчины И того чтобы нормально функционировать Нужен секс И нужна еда И нужен сон Если мужчина поел Если у него и секс И если он поспал То по большому счету Любые трудности Преодолимы в этой жизни Ну да Она просто проснется Но вы уже утром Просыпаетесь такими вот Ну Сподренными Такими хорошими Потому что Ну Самое главное Жизнь состоялась у вас Так вот Самое главное у женщин Чего не понимают мужчины Это в принципе Украшения Одежда Макияж Прически Вы поймите Что как для мужчин Нужен секс Как же как для мужчин Важна еда Знаешь Еды тебе решили Приходишь домой А у тебя дома еды нету Ты говоришь Так Сел за стол А тебе говорят Нет еды И тупик Понимаешь Сланка падает То есть Как еды нет Совсем Катастрофа А потом еще Приехал друг И не давал спать До двух ночи А разбудили уже в пять Папа уезжал И еще Вечером не покормили Не дали поспать И уже понимаешь Жизнь заканчивается Так же у женщин Заканчивается жизнь Когда получается У них нету Уже второй год Новой одежды Когда она ходит В одном и том же платье И на праздники И в школу И везде Понимаете Это катастрофа Это капец Это дома нету еды Это полностью Взаимосвязано Вы поймите То же самое касается Украшений И когда мужчина говорит Ну у тебя там есть же сережки У тебя же там есть Браслет я же покупал На свадьбу Я же помню Стоило как сейчас Помню Таких денег бешеных Вы поймите Что все это обнуляется Украшения Они получается Ну что ли Свою силу теряют И даже это вызывает уныние Понимаете Уныние Что я платье одеваю Я не могу Я не могу У себя поверить Что я опять В этом украшении В котором я была 20 лет А муж не понимает Он говорит Как классно у тебя А ей Это как вы просто Провернули Понимаешь Капец В старом платье В старом украшении В старой сумочке В старых туфлях Здравствуйте Я пришла повеселиться Не будет радости Понимаете Девчонки едут в город Смотрите Это то же самое Что сказать мужчине Это то же самое Дорогой У меня все записано 42 дня назад У нас был секс Прошло всего 42 дня Чего тебе надо Я как сейчас помню Это было классно Это было здорово Ты мне сказал Что это было вообще превосходно То же самое Понимаете Работает так же Это получается Обнуляется Ваш секс Обнулился Не знаю там Кого как обнуляется Через неделю Или там Через месяц У кого обнуляется Но он обнуляется Понимаете Потом выходите Волком Он такой злой Вот так В шарнирах А у ней болит голова Понимаете У ней болит голова Так так же получается Я нахуй на шарнирах Понимаете Платье одно Вот одно А это же еще понимаете Мы же говорим о мамах Которые все-таки рожают А когда мы рожаем Получается Мы то 52 То мы и 48 То мы и 42 То мы снова 52 И получается Платье даже если есть Получается Сейчас я не могу ходить Меня разнесло И получается Платьев нет А он же не связывает Что 42 размеры И 52 размеры Как бы разные платья То что все было раньше Кардероб Аннулировался Его больше нет Поэтому Как только вы Ходите около нее Кругами И начинаете психовать Вопрос задавайте А какие-то Не знаю Там украшения есть Какие-то платья есть То есть топливо Вы подкинули В эту печку Надо же подкинуть топливо Туда Подкинуть топливо Но подкинуть нужно раньше Понимаете Допустим У вас есть план В субботу Я буду Понедельник Понедельник Заранее Нужно как бы Бескорыстно Как бы Незначай Понедельник Притеркать Ты знаешь, дорогая Я вот шел мимо Ювелирного отдела Я подумал Да ну тебе украшения не покупал На тебе Цепочку Мне ничего не надо Замена А в субботу Ты говоришь А может мы какой-то Посмотрим с тобой Фильм такой Классный Романтический И вы начинаете с ней Фильм смотреть Прижимаетесь к ней Начинаете гладить ее Она вспоминает цепочку И говорит Я так тебя люблю Класс работал Понимаете Все четко работает Экзамен каждый день Короче Всю жизнь Всю жизнь Понимаете Я только через 25 лет Начал понимать Как это вообще Планета устроена Это ужас Это другая форма жизни Понимаете Вот вы, не знаю Там дельфины Вдруг вас выкинули сюда И вот вы прыгаете И пытаетесь А ничего не получается Другая форма жизни Они живут по-другому абсолютно Но если разобраться Как они прыгают В принципе все понятно Довольно Все четко решается Только нужно Свои эксперименты не ставить А лучше все-таки Ну вот Хоть немножко послушать Я вам дарю 25 лет жизни Вот своего ада Ада своих ошибок Ада своих ошибок Потому что я Как и все мужчины Я наступал На все Те же самые Грабли Как у нас Приезжал Дима Батуллин Он сказал Своим Батуллинским голосом Все же знают Батуллин, да? Из Ковчега Я уже вижу Он такой профессор Он уже преподает Я уже вижу Все эти Расставленные грабли И он на них Наступит Прямо на всех И они ему Все прямо в лоб Так вот я Наступил на всех Грабли Которые можно было наступить И просто в силу того Что моя жена Оказалась более выносливая Более сильная Более мощная Не знаю Более Не знаю Может быть ДНК хорошая была Она не сломалась Вот Хотя в принципе Могла бы сломаться уже И просто я Наступив на все грабли Понял Что отступать уже некуда Позади Москва Начал потихонечку Менять свое поведение Начал потихонечку Что-то Вот Экспериментировать По принципу Хуже же не будет Хуже же не будет Ну попробуй сделать так А вдруг сработает И вы знаете Начал работать Более того Все что я говорю Работает и на дочек У кого есть Старшие дочки А дочке начинается Уже с 13 лет Так же себя видите По отношению к дочкам Будет очень интересно И вместо этого Бунтарского Тинейджерства Этого что Вам это тинейджер Говорит У меня такой милый папа Я так тебя люблю Такой хороший Ты один только лучший Все остальные гады Это так гривит Когда кругом все гады А ты только один хороший Такой Дертаньян На белом коне Бунтар А вот сын Есть ли как Как обращаться Какой сын У меня их много Она про своего говорит Сын в семье К дочке Вот так вот Относиться А вот сын Мне относиться Как к мужчине К своему сыну Или матери Относиться Как к матери Относиться К своему сыну Ты бы немножко Может рассказал Именно как С дочерями Как с сыновьями Относиться Допустим муж Папа, мама Папа и мама Как это Просто интересно Разные к ним отношения Там же тоже разные Смотрите Все просто Если коротко Тоже не будем Огород городить Сразу вот суть Должны понять суть Чем отличаются Девочки от мальчиков И что нужно Девочкам Что нужно мальчикам Мальчика как можно Больше самостоятельности Мальчикам Как можно больше Свободы Как можно больше Походов Как можно больше Таких знаете Вызовов Где он начинает Чувствовать свою силу У кого-то там В 13 лет У кого-то там В 14 лет У кого-то в 16 лет Но Такие испытания Где он как бы Начинал себя проявлять Что он не хлюпик Что он не маменькин сыночек А что как бы Он выживает В этом мире У него получается Уважение к самому себе Тогда И он Начинает Брать Заботу Сначала За себя Это очень важно А потом И за других Так раздается Вот из Совсем уж мальчика Такой уже Все-таки Тинейджер А с девочками Все наоборот Девочек можно Как можно больше Опекать Оберегать И никогда Не оставлять От них Брошенными Никогда Любая девочка Пускай ей 19 Пускай ей 22 Пока она не Отдана На поруки Мужу Пока муж Не взял Вот так вот С ваших рук С отцовских рук На свои руки Мужа Нельзя Одно оставлять Поэтому Когда девочка Отправляет Учиться в Москву В общежитие Эта девочка Брошена Эта девочка Получается Выкинута Получается Она оставлена Без защиты И эта девочка В любом случае Попадет В какую-то Тяжелую историю То есть в любом случае Будет надрываться Она будет Вырабатывать себе Мужские Качества характера И будет превращаться Вот в этого мужика Чтобы она Сохранилась И как можно Больше девочку Как можно дольше Носить ее на руках Потому что В принципе Мужчинам Вот эта девочка Нужна Вот эта воздушность Вот эта вот Легкость Вот эта вот Милость Как говорила Моя бабушка Моей жене Она говорила Сядь Отдохни Успеешь Еще наработаться Любая женщина Еще успеет Наработаться Поэтому До той поры Пока еще можно Девочек Не нагружать Не нагружайте Постояние Как можно больше Наполняется Этой энергией Потому что Потом В любом случае Какой-нибудь Бородатый Рядом присягет И будет ее Высасывать В батарейку Говорит Корми меня Давай Пой Пой То есть Еще раз Для мальчиков Свобода Самостоятельность Для девочек Как можно больше Опекания Что Мальчику Нельзя Ласкать Там Можно Но Потому что Такие Давают Ситуации Когда Он Проявляет Свою Мужество Поймите Что Нельзя Постоянно Уходить Как я Учера Был В магазине Заходит Мама Семидесяти лет Семидесяти лет И заходит Сынок Ну не знаю Пятьдесят Наверное Или Сорок пять И вот Мама Так Помидоры Дальше Идем Так Иди сюда Картошку Возьми А он Идет Сзади Вот Прямо Ему Пять лет Картошку Взять Все Пустри Глаза И вот он Берет И просто Мне Стыдно За мужчин Ему Пятьдесят И вот Мама Так Его не Отпустила Она О нем Заботится И скорее Сего У него Нет Жены А ему Нужно Куда Нибудь В поход На Алтай Сплав Кони Понимаете Ему нужно на елку залезть Ему нужно куда-нибудь в спорт Чтобы он О себе Стал заботиться Понимаете Что ему хотя бы Хоть какие-то качества Муж и мужика Стал себе вырабатывать Поэтому мальчикам Как можно больше Таких всяких там Не знаю Взорниц Ориентирований Скалолазаний Байдарки Там где можно Вот Почувствовать Что ты Один на один Со стихией Противоборства Соревнования И конечно Папам Нельзя хвалить Девочек Нельзя хвалить Одну девочку В присутствии Другой девочки Если у вас есть Две девочки Или три девочки В семье То хвалите только Ну всех сразу Понимаете Вы у меня хорошие Или Ты у меня замечательная Ты прекрасная А ты милая Это уже Стремно Потому что Я замечательная А ты милая Это уже стремно Понимаете Нет это я милая Да Но если вы скажете Марина Ты молодец Ты прекрасна Ты отличница И проигнорируете Двух вот этих девочек Все капец Папа меня не вылит Конечно Папа вообще об этом не думал У него туннельное мышление Он выдал успех одной девочке Нет Не видит Самая лучшая Все Он смотрит на нее Их не существует А эти сидят Ага Ее похвалил Ну все понятно У нее есть любимица То есть нельзя Нельзя Выделять одну девочку Присутствие других девочек А девочку и маму? Вы мои хорошие Все Вы мои хорошие Все Вы мои хорошие Такой же принцип Да? Ну если хочется Похвалить дочку и маму Лучше похвали сюда маму Потому что ты похвалишь дочку У тебя вот этот несчастный порыв Этот несчастный У тебя вот эта энергия Она закончится Такой Моя милая дочка А тут жена такая Ждет А меня? Это же причина ее А ты тоже хорошая И все И получается у тебя уже Ну все скомка Ну что лучше бы не начинал А поэтому начни с жены Сначала маску себе Потом ребенку Начни с жены А потом уж хвали ребенка Какая у нас прекрасная мама Что воспитала Такую классную дочку Родила мне такого Прекрасного ребенка Как я тебя люблю Все Ты хочешь похвалить Но хвали ее Косвенно Поймите что Вообще Это жизнь Это любовь Мы здесь Родились для того Чтобы это Друг другу давать Чтобы это Натренировать А все остальное Декорации Все эти деньги Понимаете Все эти отношения Все эти должности Все эти декорации Нас По-любому Уворачивают И говорят Ну когда вы научитесь Любить Когда вы перестанете Бояться любить Откройте свое сердце Да Очень часто обманывают Да Бьют больно Да Сердце Изранено Много шрамов Нанесено Много Ножей Но все равно Нужно доверять Все равно нужно любить Хотя бы одного человека Выберите в жизни Кого можно любить Иначе без любви Жизнь бессмысленна Абсолютно Будет умирать И будет черно Все в глазах Вопросы? АПЛОДИСМЕНТА